Здравствуйте дорогие друзья, гости, ну и конечно же подписчики моего канала, с вами Нистягин Олег. И сегодня я предлагаю вам рассмотреть Грецию, посмотреть что же я тут интересного обнаружил. Предлагаю вам посмотреть необычный горный массив. Давайте рассмотрим, что же на этот раз я здесь интересного увидел. Давайте сначала почитаем Википедию, что она нам пишет на эту тему. А дальше мы рассмотрим, это национальный парк Викас Аос. Который находится в горах Пинт, на северо-востоке греческого округа Эпир, Нома Янина. Ущелье Викас считается одним из самых глубоких в мире. Каньон, по дну которого протекает река, имеет длину 12 километров и глубину 1 километр. Это краткая информация с Википедией. Ну а мы давайте приступим к просмотру, что же я тут интересного насмотрел. Ну первое, что я вам хочу показать, это меточка под названием Чудомост. Вот здесь мне понравился мост и так же удивил и поразил. Посмотрите, какая архитектура и какая постройка. Мне поражает, как он еще вообще держится. Как вообще в прошлом такие мосты строили. Раньше ведь не было ни компьютеров. Тем более, посмотрите, этот мост создан из материала, который валяется рядом. То есть камни, блоки, это не идеальная форма камней, не высчитанная на компьютере, не отлитая в формах. Но как-то же древние строители умудрились построить такой мостик. И посмотрите, он еще держится. Не правда ли удивительный мост, дорогие друзья? А так же давайте посмотрим. Интересная плата. Я как видите отметил уже меточкой. Сразу хочу показать общий вид, как все это выглядит. Посмотрите, какая каменная структура интересная. Вид сверху. А фотографии нам еще более чего интересного покажут. Давайте вот начнем с меточки под названием К, то есть камни. Посмотрите, какие интересные здесь камешки. Такое ощущение, что короеды дерево проели. Не правда ли похоже? Да, конечно, согласен. Водная эрозия. Только водная эрозия у нас такое может создать. И ничего большего. Давайте еще посмотрим. Интереснейшие фотографии. Этого места. Вот на этой фотографии такое ощущение, что полностью все плата это залито послойно. Да-да, именно залито. Посмотрите, какие слоя. Дальше я вам еще более интересные фотографии покажу. И вы увидите то, что вся эта гора, это полностью послойная структура. Представляете, вся эта гигантская гора полностью залита послойно. Вот как такой в природе получается? Давайте продвинемся по меточкам туристов. Также меня здесь удивляют вот такие вот необычные бассейны, залитые бетоном. Что это за бассейны и для чего они нужны? Пока, пока для меня загадка. Для полива, если кто-то скажет. Не знаю, что тут поливать тогда. Огородов, как вы видите, здесь нету. Посевов или полей каких-то. Я также не вижу. Но вот таких вот бассейнов здесь, знаете, у меня такое ощущение, что около сотни. Вот еще одна из интереснейших фотографий. По которой мы увидим, какая послойность этой горы. Вот что интересно нам официально ученые на эту тему скажут? Водная эрозия, столкновение плит, воздушная эрозия. Или что это такое? Что это за послойность такая странная? Да, сейчас мы только самый верх рассматриваем. Но мы рассмотрим и склоны этого ущелья. И вы там тоже самое увидите, дорогие друзья. Вся эта гора послойная. А также в этой горе, то есть по склонам этого каньона, огромное количество пещер. И не только пещер, но и разнообразных тропинок, дорожек, которые вырублены в этих скалах. Давайте сейчас самые интересные будем фотографии рассматривать. Вот здесь посмотрите, а станции какие фантастические. Знаете, все это похоже на гигантскую каменную кладку. Мегалитическую. Ну и также, как и обычно, везде-везде вот такие вот бетонные бассейны круглой формы. Да, интересно, что бы это могло быть, что это за послойность такая? Такое ощущение, что эта гора искусственная. И никак к природному образованию не имеет отношения. Давайте посмотрим панораму. Посмотрим, что я здесь интересного увидел. Вот они, эти тропинки, вырубленные в скале. А вот здесь огромное количество выбоин. Такое ощущение, что, знаете, по этой скале стреляли из пушек. Так же, очень эта скала похожа на каменную кладку. Да, местами где-то она сплавилась, разрушилась. Но так же, отлично видна нашу послойность. Похожую на каменную кладку. Давайте еще одну панораму посмотрим. А здесь также любопытная фотография, по которой мы также можем увидеть огромное количество выбоин в этих скалах. И так же, мне здесь удивили тропиночки, вырубленные по этим отвесным скалам. Кто их вырубал, интересно. Это же титанический труд просто. Рубить скалу. Так же и здесь мы можем увидеть послойность этих гор. И если внимательно рассматривать, знаете, между слоями, такое ощущение, что раствор. Раствор, который кладут между кирпичей. Не правда ли интересно получается? Слоя, а между слоями еще тоненький небольшой слой. Да, вот со стороны, вот эти выбоины. Не правда ли похоже то, что обстреливали? Обстреливали. Так же по этим склонам, как видите, огромное количество пещер, которым нет подхода. Вот здесь еще фотография с интересным мостом. Фантастически этот мостик выглядит. Тройная арочка. А так же на задний план попрошу обратить внимание. Такая же послойность этих гор. И знаете, такое ощущение, что и мосты под этот же дизайн создавали. Да, мастера, что я могу сказать. Вот еще одна из интереснейших фотографий. Как видите, тропиночка упирается в стену. В стене дверь. Не знаю, может быть для туристов дальше проход запрещен. Для чего здесь стеночку поставили? Как вы думаете, дорогие друзья? Просто туристам вход запретить. Для безопасности. Или что-то скрывает. Вот такая вот интересная гора, дорогие друзья. Так же на этой горе есть небольшой поселочек. Вернее, даже два. Поселки эти так же очень старые и древние. Какие крыши интересные. Так же каменные. Да, мне здесь больше крыши поражают. Как они еще держатся? Ты знаете, огромный вес. Что там за балки? Деревянные, а может быть тоже каменные. Что держит такой вес крыши? Наверное, кто со строительством знаком, особенно с современным, знает то, что сейчас крыши облегчают. Шифер сам по себе тяжелый, а сейчас вообще профнастил стелят. Он легкий. Но такая вот каменная крыша. Сейчас наши бы современные балки, которые держат крышу, они бы обболели просто-напросто. Так, давайте повыше приподнимемся еще раз, окинем взглядом. Это интересная гора. Это интересная плата. Ну, а так же, если рядом через каньон посмотреть. Такая же интересная гора, дорогие друзья. Если внимательно ее рассматривать. Здесь такое ощущение, что эта гора вообще растекалась. Посмотрите, сколько следов и сколько направлений. Что это за горы такие странные в Греции? Не правда ли эти горы похожи на искусственные? Да и вообще на всю эту гору, если в общем плане смотреть с более высокого расстояния, то мы увидим, насколько она отличается от общего ландшафта. Не правда ли? Очень-очень странные горы в Греции. Также похожи на горы в Саудовской Аравии. Такое ощущение, что тоже заливали чем-то сверху. Какой-то гигантской техникой. Выливали огромные кучи глины, которая со временем окаменела. Да, как показывала соседняя гора залита послойно. А это такое ощущение, что кучу просто вывалили. И она пока была свежая растекалась. Может быть скальную породу чем-то залили. Посмотрите, сколько следов. Сколько подтеков. Да, чем дальше смотришь нашу планету, тем больше удивляешься. Сколько несоответствий с официальными объяснениями. Да, конечно, при ближайшем рассмотрении, когда рассматриваешь все снизу. Этого ничего не видать. то, о чем я вам говорю. Вот более с высокой с высокого обозрения очень странная форма открывается. Ну и так же, как и обычно я вам показывал огромное количество вот таких вот бетонных бассейнов заполненных водой. странно бы для чего они нужны здесь? Для чего их создали? Создали как вы думаете дорогие друзья? вот к примеру бассейн я обнаружил к нему даже дорог нету дорогие друзья. Вы должны понимать если уж создавали такие бассейны то хотя бы дорога к ним должна быть которая осталась от строителей а здесь как вы видите даже дороги нету кто строил эти бассейны и для чего загадочка не правда ли? Вот такие у меня наблюдения на сегодня дорогие друзья ну а на этом я думаю заканчивать этот видеоролик надеюсь он вам понравился и был полезен а на этом все всем до новых встреч до новых встреч